всем привет ну и сегодня наш рассказ будет о таком актере как дэнни трехо для кого-то это чувак из фильма мачете для кого-то это а помните это тот парень который снимался от заката до рассвета ну обо всем по порядку поехали треха родился 16 мая в 1944 году в лос-анджелесе родители его были мама домохозяйка элис ривейра и отец строитель дэнни трехо по национальности они мексиканцы которые эмигрировали в сша семья жила бедно с трудом оплачивала счета за воду и свет что наложило отпечаток на поведение дэнни в 8 лет мальчик стал курить марихуану по утверждению актера с наркотиками его познакомил родной дядя родственник также вел племянника в преступный мир мужчина занимался грабежами и дэнни нередко в детстве ассистировал ему в 12 лет подросток пригрозил родственнику что если тот не продолжит снабжать его травкой дэнни сообщит в полицию с тех пор для трехо были доступны любые наркотики интересно что троюродным братом актера является кино режиссер роберт родригес хотя познакомились братья перед съемками фильма отчаянный когда трехо было уже 50 лет на улицах лос-анджелеса трехо научился драться юноша даже хотел сделать профессиональную боксерскую карьеру его первым спарринг партнером стал двоюродный брат который был на пять лет старше в этих уличных схватках дэнни научился защите а также отработал свой удар за силу которого получил прозвище нокаут великим планом не суждено было воплотиться в жизнь захоронение наркотиков вооруженное ограбление юноша угодил в тюрьму в определенный момент мне нужно было выбрать между тем чтобы стать торговцем наркотиками или чернорабочим я выбрал первое из головой погрузился в мир криминала рассказывает актер хронология тюремных заключение треха противоречиво по одной из версий он сидел в тюрьме до 72 года по другой версии если считать лагерь для несовершеннолетних плюс 6 калифорнийских тюрем то в общей сложности 10 лет с 59 по 69 год в заключение треха кончил школу а затем переключил внимание на спорт да не все-таки удалось сделать спортивную карьеру в молодости став в 22 года чемпионом по боксу в легком и полусреднем весе благодаря своему бесстрашию парень заработал авторитет что помогло ему не увеличить свой срок после жестокого бунта 68 года во время которого он избил охранника ни один из заключенных не стал давать показания против дэнни большую роль в становлении треха сыграл его сокамерник элрой мэй который был осужден пожизненно элрой посоветовал дэнни не переть в бою как танк все-таки делать какие-то остановки продолжать тренироваться и наращивать спортивную форму после освобождения дэнни решил навсегда завязать с прошлым присоединившись государственной 12-шаговой программе реабилитации наркозависимых с тех пор треха по его заявлениям ни разу не употреблял наркотики как отмечает мужчина в интервью он мечтал блистать на ринге но теперь зажигает на экранах работу в фильме андрея кончаловского треха предложил его бывший брат по несчастью эдвард банкер экс сокамерник по тюрьме сент-квентин который проходил вместе с дэнни сеансы психотерапии на тот момент мужчина уже работал сценаристом первый заработок будущей звезды экрана составил 320 долларов в день чему он был несказанно рад поначалу треха готовил актеров эрика робертса и джона войта к сценам тюремного боксерского боя режиссер фильма оценил как самозабвенно он тренирует артистов и решил сделать мексиканца героем эпизода как вы наверное догадались это был фильм пояс беглец с тех пор актера с такой запоминающийся внешностью и хорошими физическими данными приглашали на съемки фильмов и сериалов от предложений не было отбоя ценились и судимости мужчины дэнни участвовал в качестве консультанта по различным преступлениям в том числе и ограблению банков треха работал над пятью шестью проектами в год и не снижал планки 1993 году на съемочной площадке фильма за кровь платят кровью тейлора хэкфорда сцена мятежа снималась в тюрьме сент-квентин где в юности отбывал заключение трехо дэнни был нанят в качестве консультанта позже актер рассказывал мы снимали сцену в блоке си где я провел почти три года я был подавлен настоящий успех настиг артиста позднее после начала сотрудничества с робертом родригесом в первые фильме режиссера треха появился в девяносто пятом году это был так скажем вестерн отчаянный в котором также блистали молодые антонио бандерас и сальма хайк через год мексиканец снялся в киноленте своего брата от заката до рассвета по признанию постановщика уже с первых эпизодических ролей было ясно что дэнни создан для главной роли таким запоминающимся у него получился образ далее последовали работы в таких картинах как инферно с жан-клод ван дамом дети шпионов потом был замечательный боевик ну на мой взгляд под огнем он там уже играть с микки рурком дальше в карьере артиста стал проект мачете боевике был собран яркий голливудский десант главные роли исполнили тут и стивен сигал и мишель родригес и линдси лохан джессика альба и роберт де ниро но там надо смотреть кто смотрел помнит там очень много актеров на площадке фильма мачете убивает продолжение популярной франшизы треха посчастливилось поработать со звездой эстрады леди гагой дэнни остался в восторге от общения с певицей по словам актера она профессионально появлялась в кадре так как актерскую профессию освоила до того как стала петь на рабочей площадке артистка сама готовила себе еду а после отъезда леди гаги треха решил оставить себе на память ту посуду которой она пользовалась дэнни также появился в сериале во все тяжкие актер предстал в образе доносчика из мексики чью голову в итоге отрезали я если честно посмотрел только первый сезон во все тяжкие и мне как-то особо не вставил этот фильм треха снялся в восьмом сезоне сериала секретные материалы появился в эпизодической роли во втором сезоне отчаянных домохозяек а также в образе епископа в шестом сезоне детектива кости артист поучаствовал в создании десятков документальных фильмов снялся в видеоклипе double blade тайваньского музыканта джей чоу популярность треха трудно переоценить он становился героем серии американских комиксов нескольких компьютерных игр даже российский рэпер тони араут назвал один из своих треков дэнни треха кроме того дэнни успел поработать над созданием торговой марки мороженого и открытием кафе на северо-восточном углу бульвара санта-моники и highland avenue помимо кинокарьеры для треха вот уже не одно десятилетие остается важной общественная деятельность актер работает в качестве наставника с проблемными подростками страдающими различными зависимостями а его прежней жизни и дальнейшей карьеры был снят фильм заключенный номер один восхождение дэнни трехо создание которого приняли участие а роберт родригес мишель родригес чич марин донал лок премьера киноленты состоялась в мае 2020 года сейчас знаменитость не сбавляет обороты и снимается в большом количестве проектов правда драк у его героев стала намного меньше сказывается возраст артиста в свои годы дэнни по его признанию еще способен очаровать молоденьких девушек но все чаще возникает проблема со здоровьем чувствуется скованность в суставах на личном фронте все так же бурно как и в кино с женой дебби шриф треха прожил 12 лет у пары родились двое детей но личная жизнь супругов не задалась летом 2009 года дэнни и дебби подали на развод у дэнни трехо пятеро детей включая совместных с дебби шриф трехо страстный поклонник клуба по американскому футболу лос-анджелес рэмс и бейсбольного лос-анджелес доджерс а также актер владеет рестораном мексиканской кухни на лабрео авеню в лос-анджелесе собственными марками пива кофе и прочими продуктами и товарами рост дэнни составляет метр шестьдесят восемь при этом вес достигает девяносто одного килограмма на теле актера множество татуировок самая крупная и заметно из них сеньорита на груди ее артист нередко демонстрирует на фото которые затем попадают в инстаграм и другие социальные сети и конечно если вы обратили внимание все-таки действительно у дэнни треха специфическая внешность на лице есть шрама и при такой скажем нестандартной внешности все таки он является одной из ярчайших звезд голливуда и конечно где бы он не появился в каком бы фильме мы его всегда узнаем но для меня треха появился в первый раз это от заката до рассвета после этого фильма я уже ни с кем его никогда не перепутаю но вот он такой дэнни треха плохой мальчик голливуда мистер треха мы наконец последний вопрос вы можете подтвердить или опровергнуть информацию о том что вы гей миски в конкурсе